Второй день масштабного спортивного события. Украина-трофи. По словам организаторов, они не ожидали, что гонка будет настолько сложной. Напомню, соревнования проходят у северной границы Украины, в Киевской, Житомирской, Ривненской и Волынской областях. Трасса гонок почти 1300 километров. Сейчас спортсмены из пяти стран проходят этап в Ривненской области, в селе Глинное. На месте события находится наш корреспондент Андрей Цеплиенко. Андрей, как проходит гонка? Добрый вечер в студии. Второй день Украина-трофи оказался невероятно сложным, и он еще не закончился. Из 112 экипажей, стартовавших в Овручи, здесь на границе с Беларусью, финишировали пока что только 37. Сначала трасса проходила через территорию заброшенной ракетной базы, потом она увела гонщиков в непроходимые Полесские Топи. Сейчас с ними находится одна из наших съемочных групп. Я надеюсь, они смогут выбраться оттуда и добраться до нашего лагеря, по крайней мере, до утра. Результаты гонки пока что остаются предсказуемыми. В основных классах авто лидируют экипажи Вадима Косинова, Руслана Цыплакова и Виктора Януковича. Виталий Новицкий лучший среди квадроциклистов. О сложности гонки говорит тот факт, что сегодня один из пилотов квадро едва не лишился жизни, сорвавшись с 30-метрового обрыва. Студия. Андрей, скажи, а как отнеслись гонки и местные жители? Ну, для жителей села Глинное, несмотря на дождливую погоду, это праздник. Несколько слов о Глинном. Это село уже вошло в Книгу рекордов Украины и вполне может войти в Книгу рекордов Гиннеса. Здесь живет, внимание, 425 матерей-героинь. Здесь нередко семьи, в которых по 10, 12 и даже 15 детей. Но несмотря на то, что Глинное это эпицентр демографического взрыва, такие события, как Украина-Трофи, здесь большая редкость. Поэтому лагерь гонщиков открыт для гостей. Сейчас здесь продолжается праздник. И, похоже, он не закончится, пока с гонки, пока с трассы не вернется последний экипаж. Студия. Спасибо. Это был наш корреспондент Андрей Цеплиенко. С трассы гонки Украина-Трофи.